Команда канажских школьников показала лучший результат в Приволжском федеральном округе в интеллектуальной игре 14-18, посвященной истории Великой Отечественной войны. В самом названии игры зашифрована одна из главных цифр Великой Отечественной войны. Она длилась 1418 дней. Конкурс юных историков прошел в марте этого года. В прямом эфире, используя метод мозгового штурма, команда школьников от 14 до 18 лет отвечали на вопросы. Самое сложное было то, что во время игры надо было отвечать быстро. Учитывалось время. Но из-за того, что наша команда была довольно сплоченной, все ребята были знакомы между собой, общение было близким довольно-таки. Я считаю, из-за этого всего мы смогли справиться с этой задачей. Участвовать в игре подростки решили не случайно. В июле 1941 года почти весь выпуск во главе с классным руководителем ушел на фронт. А сама школа почти на 7 лет стала госпиталем для раненых солдат и офицеров. В Канаше на узловой станции часто оставляли самых тяжелых больных, которых нельзя было вести дальше. Выхаживали их всем городом. Готовясь к конкурсу, ученики Канашской школы номер 8 смотрели советские фильмы, читали художественные произведения и расспрашивали про бабушек, про дедушек о военных годах. Интеллектуальная историческая игра 1418 проводилась в Российской Федерации впервые. Мы очень были обрадованы тому, что именно ребята из Чувашии, команда Канашской школы номер 8 заняла первое место. А конкуренция была, я скажу, жесточайшая. Полторы тысячи команд из Приволжского федерального округа, из всех регионов принимали участие в этой игре. Тем более достижение очень ценное. 29 апреля в Чувашии пройдет диктант победы. Ребята уже готовятся к новой масштабной проверке знаний. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика.